Вот так выглядела главная культурная площадка района ещё в прошлом году. Крыша протекала, а потому время от времени на зрителей капала прямо на концертах. А так зрительный зал выглядит сейчас. Обновления здесь ждали последние шесть лет. И вот после долгожданного ремонта жители района в прямом смысле смогут отдыхать культурно. «Вы видели этот прекрасный, красивый фасад, также панорамные окна, тёплый концертный зал и тёплые залы все, и обновлённые коридоры наши, и, конечно же, новая яркая современная мебель. И поэтому нашему зрителю будет очень приятно приходить на спектакли, на концерты, заниматься в студиях, в кружках в новом современном комфортабельном культурном центре». Дом культуры, как и театр, начинается с вешалки. Гостей встречает обновлённый гардероб и фойе с новой мебелью. Преобразился и так называемый зеркальный зал. Это место проведения всех детских утренников и площадка для репетиций танцевальных коллективов. Сегодня в Храме культуры настоящий аншлаг. Все билеты на открытие были выкуплены заранее. Конечно, по родной сцене соскучились не только зрители, но и работники ДК. «Это полный восторг, это восхищение, это радость, потому что мы работаем в новых условиях, в обновлённом Доме культуры. Это радость прежде всего и для зрителей, и для жителей села Вильгард, и для всего Сыктывдинского района, ну и, разумеется, для нас, работников Дома культуры». «А мне родные районный дом культуры, простые люди, добрые глаза. Тут бабы-клавы и тёти-шуры, и не приехать к ним никак нельзя». Сегодня здесь трудятся 22 клубных объединения. Пять из них имеют высокое звание народный. Все коллективы успешно представляют район на фестивалях и конкурсах различного уровня. И это о многом говорит. По словам главы КОМИ, местный ДК остаётся одним из ведущих социокультурных учреждений Сыктывдинского района. «Районный дом культуры – это не просто здание, куда приходят зрители, смотрят какие-то постановки, это ещё ведь и методический центр. Методический центр для всех домов культуры, клубов, муниципалитета. И здесь проходит не только выступление артистов, здесь проходят семинары, совещания, мастер-классы, творческие школы. Это тоже очень важно». За последние несколько лет в Сыктывдинском районе модернизировали библиотеки в Зеленце и в Ильгарте. Капитально отремонтировали местный музей и детскую музыкальную школу. И, наконец, открыли социокультурный центр в Пажге. А с обновлённым храмом культуры жизнь сельчан должна заиграть новыми красками.